Ну вот мы постарались такой альбом сделать, вот называется он «Нарисую». Вот, может быть, Аркаша когда-нибудь приедет сюда, будет вам свидетельствовать вот так вот всё. Господь мне жену послал, альбуя! Вот так всё. А я так интересно, Наташа, когда позвонила из Красноярска, мы вернулись, вот, и он мне подзывает и говорит, «Герыч, мне кажется, эта женщина за меня замуж хочет». Я говорю, «Чего? Ты что, больной, что ли?» Я говорю, «А, забыл, ты же больной, точно, да?» Принёс ему зеркало, говорю, «Аркаша, ты посмотри на себя». «А что, вполне в меру упитанный мужчина, что ты хочешь?» Ну нормально, знаете, всё от самооценки тоже зависит. Ну вот, я говорю, «Девушка, я не знаю, как вас зовут по скайпу, но вы не представляете даже на минуту, что такое вот жить с ним». Я говорю, «Вы понимаете, что вам придётся каждое утро вашего мужа, если вы хотите за него замуж, брать на руки?» Это 50 килограмм, это как мешок цемента. Мы, кстати, были в женской тюрьме, я говорю, «Кто-нибудь носил девушке мешок цемента?» Она вся такая носили. Знаем. Я говорю, «Так вот представьте, что вы берёте вашего мужа после первой брачной ночи, допустим, и несёте его в ванну, и вам нужно сделать всё там, туалет, помыть, побрить, одеть. Он ничего не может, вам его нужно достать из ванной, это очень тяжело. И вам нужно его посадить в кресло, потом приготовить, покушать, потом накормить его из ложки. Если вы захотели пойти гулять, я говорю, «Наташа, вам придётся его посадить в коляску, и вот в этой, говорю, непонятной всему миру России, вот, вот этой понтовой нашей, так сказать, вот, в которой ничего для инвалидов практически не сделано, ни пантусов, ни съездов, только-только вот сейчас начинается, чего-то там где-то». Я говорю, «Вот, вам придётся его по этим ступенькам волочь везде». Она говорит, «Гера, я люблю его, и хочу тебе сказать, что я с детства занималась тяжёлой атлетикой». И я тут просто думаю, «Да, вот там, где Господь приходит, там человеческая логика вообще ничего не имеет, знаешь, вообще ничего». Поэтому выбросьте логику, на каком-то этапе она вам нужна, но доверьте всё Богу. Вот через это вход в ваше благослужение, я бы сказал, через это вход к нам, через Бога. Мы без Него, написано, ничего не можем делать, а Он без нас. Один из уникальных примеров был, что многие тоже сидят в зале и думают, а как же я найду вторую половину, как же я найду ту избранницу или того избранного, который будет таким же крутым, как и я. Я могу сказать, отдайте Богу всё. Не думайте об этом вообще. Если вы слишком много об этом думаете, дай, 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 Господь, дай, 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 это всё, это манипуляции. Просто расслабьтесь, просто Богу отдайте все ваши желания, все ваши мысли и не волнуйтесь. Он печётся о нас, так написано, правильно, да? Он печётся о вас, а всё знает наперёд. Ближе, как один старец писал, афонский, говорит, ближе дыхание моего, Господи, Ты. Ищите горнего, а там приложится всё. Начнёте служить, могу сказать, начнёте служить Богу. Служить людям начнёте. От жен не будет, от девчонок не будет у вас отбоя. Будет десять за вами, которые вот просто возьми меня или возьми меня. А если вы селфиш, если вы думаете только о себе, как мне тепло, оно как бы так и тяжело развивается. Поэтому служите Господу в веселье, в радости.